А сейчас, секунду, сейчас я, вот, сейчас секундочку, я сейчас это включу. Давайте, давайте. Ты в темноте. Ну, давай. Сейчас, Игнатий Тихонович, вот у меня, вот там. Вот, видите меня? Я вас вижу. Ну, вот это я, рад с вами знакомству. Слава Христу. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не против, выставляйте всё, мне бояться нечего. Всё, слушай, говорите, пожалуйста. Ну, вот, раз с вами познакомиться, как говорится. Ходил в храм я, так, реденько, ну, как, крещённый был в Горноалтайске, жил как-то я одно время в Горноалтайске, и покрестился в 26 лет. Ну, толком даже не помню я, как я крестился, и ничего, верил, не верил, и так вот, пошёл с другом и покрестился. Мне было 26 лет. И после этого никуда редко в храм ходил, не верил. Приду в храм, а что-то там как-то не то, батюшке как-то не то, какое-то у меня в душе сомнение, только им... Ну, как-то вот, вы понимаете меня, и... А вас увидел в Ютубе и поверил, вот вам лично. И решил, думаю, попробую, как говорится, послушать вас, проповеди. И в этом я ничего не понимаю в вере, вообще, я ноль, я пустой человек. Ни молитв, ни... ну, слушаю, вот даже вот это я слушал внимательно, понимаю, ну, туго, там какие-то слова, имена, для меня это, вы понимаете, вообще новое. И, ну, пытаюсь, стараюсь. Вот так вот. Вот такой попался вам. А вы сейчас где живете? В Куйбышеве. Угу. Новосибирская область, город Куйбышев. Вон как. Да. Дочки у меня двое, две дочки, они в новосибирске. Так, я кое-что спрошу, вы не курите? Нет, не курил. Ну, это хорошо, держитесь этого. Я с курящими делаю. Вообще никогда не курил, вы понимаете? Никогда в жизни не курил. Угу. Вот так. Так, я кое-что о вас спрошу. Вы живете один или с семьей? Я живу с супругой, мой хороший. Супруга у меня, Людмила Анатольевна, супруга у меня. Вы двое живете? Мы вдвоем живем с ней. Вам сколько лет? 56. Вы мне в дети годитесь. Да, я вы отец, и я вам в дети гожусь. На 24 года моложе меня. Да, да, я знаю. Ну, все, ладно. Мне больше... Еще хотел, извините, перебью. Я слушал, как Владимира Головина, есть такой город, Болгар. Да. Он тоже мне подошел по его высказываниям и по этим. Ну, потом я в Ютубе, как у вас услышал, вы мне больше ближе. Понимаете? По душе ближе вы мне. По вашей настойчивости, по вашей строгости, по вашим вот это всего высказываниям. Ну, я же ничего в этом не понимаю. Это мне в душе чисто. Понимаете? Чисто вы в душе мне. А жена с вами единодушна? Она единодушна поддерживает, но она как-то... Я ее не заставляю пока ничего. Не как. Она верует Богу, она верует. Ну, как верует? Так же, как вроде как. Я в храм ходим, мы свечки ставим. У нас храм Иоанна Притечи. Ну, батюшки очень такие, знаете, как бы не в осуждении их. Ну, им лишь бы деньги, или там вот я осветил дом, ну, приглашал их освещать, там все. Но, ну, как-то они, вот как вы говорите, там особо веры такой сильная, молодые все. Моложе меня чуть не в два раза, наверное. И, как сказать, ну, есть там они... Ну, лишь бы деньги им пришел, там свечку поставил и ушел, и никому дела до тебя нет. Как ты? Ходишь, не ходишь? Так, я вот с чему спросил вас. Если жена с вами единомысленно, и у вас будет желание встретиться, то я вам разрешу приехать в воскресенье, когда у нас будет батюшка здесь. А он будет через полторы недели здесь. Я сейчас приехать не смогу, потому что у меня жена после операции на сердце, ну, как здоровье не очень, и у меня газовое отопление, мне нужно постоянно следить за котлами. Я могу сейчас приехать только весной или к лету, мой хороший, и с вами переговорить. А сейчас я полностью занят, у меня дом частный, и я не на кого мне его оставить. Ну, так, я вам скажу, что в мае это еще возможно, а дальше меня уже не будет до октября. А вы когда уедете? 10 июня, день моего рождения. И куда вы поедете? Ну, село мы строим, деревню строим православную. Ну, эту как ее, Потеряевку? Да. Да я мог и в Потеряевку приехать к вам, чего вы волнуетесь? Ну, только с женой приезжать. Если что, с женой приеду, у меня... Ну, хорошо, у нас крещение в этом году будет 12 июля. А я крещеный, но я не знаю, по новой покреститься она, понимаете? Нет, не по новой. Если вас не погружали в воду, а вы стояли, только и деньги заплатили, то это не крещение, обман. Вот я, как сказать, я помню, в Горноалтайске меня через какую-то комнату провели там вокруг. Нет, нет, вас в воду погружали с головой? Вот не помню, что-то обрызгали, по-моему. Нет, это нет, это попы обманывают, с Украины, а католичные. Ну, понятно, но тогда придется, если что... Ну, вы еще не готовы, не готовы. Мы готовим долго, до трех лет, от трех до пяти даже, с человека готовим. Тогда побеседуем на месте, вы все увидите. Да, я могу и туда, это вот... Скажите, пожалуйста, вот это Рубцовский район ваша потеряется, да? До Барнаула доезжаешь, и дальше идет Барнаул-Кулунда. По этой ветке, Барнаул-Кулунда, до разъезда Подстепный. Но это от Рубцовска, там 20 километров? Это в другую сторону потеряевка, та другая потеряевка. А та другая, да? Другая. Это Мамонтовский район, Мамонтовский. Это Мамонтовский район, по ветке Барнаул-Кулунда. Четыре километра от разъезда мы живем. Ребриха, большая станция, а за ней, за Ребрихой, Панова и Подстепная. А это самое, от Барнаула сколько километров? Да, до Потеряевки 156. От Барнаула 156, да? Да. Но от Барнаула до Новосибирска тут, понятно, дорога какая. Да, да, так я могу напрямую проехать через там, ну это потом еще. Но это надо говорить, будет ли остановка еще там? Надо узнать, есть ли остановка на этом разъезде. Ну, ну если что, может быть я весной в Барнаулу вам приеду. Так он смотря на чем он поедет, может на машине поедет. А вы на машине на своей? У вас машина есть? Машина у вас есть? У меня своя машина. О, тогда проще. Вы сейчас, я вам скину маршрутку, и вы на машине можете доехать. Если сюда, то проще. Я скажу, что с собой брать? Всегда две простыни и на оболочку, и питание. Да, понятно, это все я возьму. Вот, а в Потеряевке-то с семьей приедете. А у вас дети есть кто-то? У меня внук Марк. Пять лет, вот я хотел тоже его взять. О, а я начальник детского лагеря, сорок пять лет, и три года сейчас в новом формате, сорок восемь лет. Так что... А я знаю, я вот хотел, я думаю, к вам, может быть... Вот, вот с собой и берите. Он энергичен, такой умный пацан. Грамотный, он от хороших родителей рождет. Все понял. Если есть родственники, какого дети есть там, вы с ними поговорите, я вам выпишу путевку и пошлю здесь. Вот сейчас доживем, даст Бог. Как говорится, здоровье нам, супруги моей любили, здоровье, чтобы она отошла. Она сильно болеет, ее трясет. Как ее звать-то? Звать как? Людмила ее, помолитесь, пожалуйста. Да благословит Господь. Иначе, Тихонович. Хорошо. Она сильно болеет, ее трясет, понимаете. Я часто вызывал врача на дом. Мы даже бросили всю работу, я нигде не работаю, а она нигде не работает. Занимались там... Она на пенсию сейчас идет в мае. А от чего она заболела-то? Почему заболела? Ударилась, простыла? У ней хондроз и сердце было. Какое-то там на сердце прижигание делали точку. Не разрезали, не черт. Что-то вводили и там сделали. Ладно, ладно, я понял. Все, не мое это дело. Ну, дальше, если вы будете здесь, то приходите на моление, а потом мы поговорим. Вопросы... Ну, я буду каждое утро к вам пытаться приходить на моление. Да. Я тоже встаю рано, в 4 утра встаю я. Хорошо. И пребывать встаю, и спать не могу. Подходит. Мы спасибо не говорим, а спаси Христос. Спаси Христос. Так, и теперь бороду не трогайте, ни ножницами, ни бритвой. Не трогаю, я вот начал отращивать только. Ну, вот хочу. Уверху, как вас начнёт смотреть, там бороду... Ни вверху, нигде не подрезать. Ни одной волосинки не трогать. А, ну, хорошо. Это имей в виду. Это я не придумаю. Такой образ Христа рисуется пророков и апостолов. Ага. Мы знаем вот здесь, которые были в последнее время, там Иоанн Кронштадтский, старцы которые, Николай Гурьянов. Ну, все остальные. Это никто бороду не трогает. Это не положено. Это осквернение человека. Я понимаю, я не знал. Извините. Но ни под каким видом. Если вы желаете спасения, то лучшее место, чем у нас, вы не найдёте. А если просто обыкак шаляй-валяй, никуда. Я не шаляй. Я старался искал. Мне нужна истина. Вас как величать, как вас? Николаевич. Виктор Николаевич. Вот видите, как этот он на мои стихи положил на музыку и поёт Виктор Николаевич Савченко. Вот сейчас его сестра Ольга там дежурила, когда Сергей Павлович читал. Так, вы имейте в виду, что я вам говорю. Это сейчас пост начался, чтобы вы нигде пост не нарушали до Пасхи. Я не нарушаю. Я уже пост, то я уже, знаете, видите, вы меня сейчас видите? Я вижу. Вот, вы знаете, что во мне было когда-то 120-130 килограммов. А рост какой? 180. А сейчас во мне 84 килограмма. Нормально. Ну 80-84, вам ещё нужно килограмм 7 сбросить. Вот я к этому и стремлюсь. Я знаю норматив. Игнатий Тихонович, я к этому и стремлюсь. Видите, я уже готовлюсь. Так, скажи своей Людмиле, что пост служит для здоровья. Вы о посте, если не знаете, я вам скину сейчас здесь. О посте материал. Скиньте. Вот такие дела. Так, Виктор Николаевич, я сейчас скину вам здесь прям сразу о посте пост. Ага. Вы что могли считать? Ну, а остальное дальше там видно будет. Ну, потихоньку связываться и молиться, как говорится, как... Ну, я... Всё, давайте расставаться. У меня тут торопят уже. Удачи, удачи. Храни вас Господь. Жди, сейчас я скину вам материал. Ага. Вот так, всё я...